добрый день друзья сегодня поговорим об эволюции нашей планеты земля дело в том что сегодняшние представления о ее форме они сложились недавно и в прежние века в прежние тысячелетия возможно наша земля представлялась нам людям исследователям ученым потом совершенно не такой как в наше с вами время я расскажу свою вам концепцию а потом потом мы ее перепроверим еще во многих многих фильмах и так по моей концепции ультра короткой истории наш мир начался в нулевую дату которые по нынешнему календарю соответствует 1492 году конечно в то время когда это была дата только начальной такого календаря не было и такой даты 1492 год не было и это известно всем многие сегодня даже борются против того той единички впереди этих цифр то есть не 1492 год а просто 492 год потому что вместо единицы тогда писали буквочку джи иисус или и имиджи там по-разному писались потому что есть на разных языках иисус на других языках джезус через джи но так или иначе есть подтверждение вот такой буквочки после нее ставили точку а потом уже наши нынешние историки все это привыкшие удревнять удревнили и нашу эру так вот фишка то в том что нулевой год именно таким был он приходился на сегодняшний календарь я буду в нынешних датах говорить чтобы не путаться и все время не перескакивать он приходился на наш 1492 год это зафиксировано не только в различных таких публикациях но даже вот на колокольне ивана великого в москве московском кремле там представлена под самим верхом этой колокольни под маковкой представлена запись надпись в которой указан год буквами ри ри это как раз вот тот 108 год это и есть по русскому буквенному счислению это и есть 108 год от сотворения мира и 108 плюс 1492 это ровно 1600 год когда была эта колокольня подписана а дата сотворения мира она как раз приходится на 1492 год есть очень много на самом деле архивных доказательств и свидетельств именно того что в русском государстве оперировали этой даты есть различные поручения депеши и тому подобное на восточные на юго-восточные южные земли россии в которых было написано что в таком-то в таком-то году там 122 128 сделать и то-то 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 и это было как раз вот в этом в этом начале 17 века времени дело в том что нужно понимать что такое сотворение мира мы сегодня понимаем из-за наших ученых материалистов что якобы наш мир длился там сегодня они уже называют дату 12 с половиной миллиардов лет что якобы вот наш этот мир он длился вот с тех глубин сам собой эволюционировал ну и добрался вот до нас таких прекрасных красивых хороших мы с той вселенской помойки сами собрались и стали вот такими идеальными но давайте с вами посмотрим не на материальную основу нашего с вами существования она виртуальную цифровую которую мы с вами сами создали и на которой мы сможем и можем ставить опыты о том как создаются новые миры и сколько для этого нужно времени мы с вами новый мир абсолютно с нуля построили всего лишь ну скажем так за 80 лет если брать там начало сороковых годов за эту стартовую дату 80 лет ушло у нас всего лишь на то чтобы создать виртуальный мир в котором сегодня абсолютно живые персонажи существуют в различных игрушках в различных кинотеатрах в различных телевизорах ведь когда мы смотрим с вами новости или художественные фильмы мы с вами видим нереальных людей а их определенные цифровые скажем так не копии а воплощение воплощение да мы понимаем что там играл актер его снимали и теперь нам дают это посмотреть а в новостях есть диктор ее снимали теперь нам дают это все посмотреть но факт остается фактом мы с вами наблюдаем за развитием становлением и формированием и жизнью даже той самой цифровой цивилизации которую мы с вами и создали за те самые 80 лет всего лишь 80 лет а теперь представьте себе что вы являетесь цифровым таким персонажем живым естественно вы себя считаете живым и вы находитесь вот в какой-нибудь той самой игре там в телевизоре в компьютере или в каком-нибудь художественном фильме и пытаетесь там уже внутри ну как бы лежа в кассете в дискете в бобине на полке или там по-новому уже лежа в этой самой памяти компьютерной памяти там внутри нее вы пытаетесь разобраться оттуда глядя сколько вам потребовалось времени чтобы эволюционировать вот в такое существо каким вы теперь являетесь ну и находятся ученые которые ваше уже поле ягоды которые вам объясняют вы знаете 12 миллиардов лет тому назад произошло какое-то такое взрывное событие там были одни нули и единицы и вот из этих нулей единиц как некоторые нам называют их электронами и позитронами мы с вами и собрались вот в такие компьютерные цифровые персонажи живые мы сами собрались мы сами собрались нам потребовался вон сколько времени просто эти персонажи цифровые они не понимают что они находятся в компьютере потому что по математическим уже теоремам теореме йоделя они не могут этого понять в принципе потому что я не буду математическим языком говорить потому что они в принципе не могут выйти за рамки своей системы своей системы они никогда даже не смогут понять что вокруг них есть вокруг их памяти компьютерной памяти есть корпус компьютера они его никогда не смогут пощупать потому что это разные реальности они живут в цифровом мире перемещаются как цифровые объекты но этот мир их основан на материальных носителях на ячейках компьютерной памяти и только материальные люди как мы с вами могут пощупать эти ячейки и корпус этого компьютера но мы с вами не можем проникнуть в своей вот этой полноте в какой мы с вами обитаем мы не можем проникнуть туда к этим самым персонажем в компьютер и стать цифровыми не сможем и не можем и не сможем никогда поэтому нужно понимать что мы с вами живем если по этому примеру про который я вам сказал если мы с вами живем вот в нашем материальном мире то необязательные эти 12 с половиной миллиардов лет достаточно понимать на этой аналогии что есть какие-то другие персонажи которые обитают в другой реальности который мы с вами понять принципиально не можем потому что мы сделаны из вещества но они вот те кто нас изготавливал также как мы изготавливаем цифровые персонажи они нас изготовили вот из таких вот элементе ков и это произошло очень быстро не нужны эти миллиарды лет достаточно 500 лет и поэтому тот самый момент сотворение мира тот самый нулевой год который обозначен сегодня 1492 годом он вполне мог существовать в это время и нам последующих 500 лет вполне хватило на то чтобы развиться под внешним управлением под внешними программистами до того кем мы с вами стали я имею ввиду нас не только людей но вообще все вокруг и не зря же говорят именно физики физики что у нас у нас по компьютерным меркам реальность очень похожа на компьютерную и мы с вами скорее всего живем в компьютерном мире это уже давно принято физической среде простые люди еще буксуют потому что ну очень сложно психологически преодолеть вот этот барьер понимания может быть не всем хватает знаний физики и математики но я думаю что психология здесь стоит на первом месте так вот ситуация здесь развивается вот в чем когда в начале этого времени в нулевой год а я вам скажу так что при развитии взглядов на землю еще раз отойду от основной повествовательной линии когда формировал человек свои взгляды на возникновение земли и человека на ней то нулевой год 1492 это была первая версия развития событий первое с нее все и началось потом уже сделали календарь отчитали вот эти самые 500 лет потом насчитали 7000 лет и вернулись прошло потом еще сделали рождество христово в девятнадцатом веке в точнее придумали его и уже сделали на 2000 лет туда внутрь это все зависит только от сегодняшних представлений на различные флуктуации истории а 0 дата 1492 год она не зависит ни от чего и чтобы вам было более достоверно и понятнее то я вам скажу так что даже астрономический астрологический календарь когда вот новый приходится на 1 апреля и начинается астрология знаки зодиака с 1 апреля вот даже это подтверждение описание того неба которое является олицетворением календаря она начинается именно с апреля и этот первый апрельский день он и был рассчитывая по закону 72 и явлению прецессии я вам много о них рассказывал он и приходился этот 1 апрельский день на 1492 год тогда он и был началом началом нового года таким каким является сегодня 22 марта день весеннего равноденствия это был тот самый новый год до петровской руси вы наверное это уже знаете как говорится вот так на щелчок так вот вся эта 500 летняя история россии и всего мира она укладывается именно 500 лет как история нашей планеты земля и я вам уже говорил в своем одном из фильмов что наша планета земля и солнечная система это есть одно и тоже но планеты солнечной системы это временные отпечатки стадии развития самой земли по датам я говорить не буду вам я расскажу только по функционалу началась наша планета с той самой бочки главного мифа который на английском языке называется поиск опера поиск это обечайка обечайка бочки без перевода ясно а койпер это буквально бондарь бочкарь и койп койп кубок куба киев казан кавказ все эти слова все эти слова обозначают ту самую бочку бочку и вот эта бочка она обозначает поиск опера койпера купера и самое интересное что мы находимся внутри этой бочки внутри этой бочки которую многие мыслители сопоставляли с головой бога о чем я писал в своих книгах об этой концепции и вот это была первая стадия ледяная бочка внутри которой начал формироваться материализовываться наш с вами мир первая стадия была это 1492 год когда из пояса койпера появилась новая планета первая планета это та самая планета которая называется сегодня плутон плутон это тот самый мальчик ребенок как переводится это название который вот из того ледяного ада или рая пришел в нашу землю нашу реальность материализовался потому что материализации идет затратой тепла поэтому вокруг материализации всегда идет поглощение температуры и все леденеет это известно а дематериализация она происходит с выделением тепла как например вот в том самом солнце куда уже меркурий уходит это будет с нами в будущем так вот первые стадии земли было плутонической то есть в стадии плутона и плутон тогда был по форме похож на чашу чашу которую мы с вами знаем под названием чаша грааля в этой чаше и формировался вся последующая земля меняя свою структуру я вам уже говорил что сначала наша земля была по форме именно вот такой небольшой фрагментарной трубочкой внутри которой происходило вот это все целиком наши с вами земля уже во временном своем развитии похоже на псевдо сферу это когда вот так расходятся потом закручиваются это фигура уже вот так через края каждая планета свой участок на этой псевдо сфере и чтобы было окончательно понятно то сначала все планеты все стадии земли были и развивались в форме чаши а потом где-то в юпитерианскую стадию то есть это примерно конец 19 века начала 20 наша планета уже развернулась до плоского такого диска что и было зафиксировано обществом плоской земли который сформировалась в конце 19 века и в конце 19 века начале 20 века мир перешел на концепцию плоской земли тогда была только плоская земля никакой сферической не было в помине сферическая земля уже появляться стало в марсианскую стадию это 1934 год-1953 год и в стадию нашей земли она уже стала совершенно такой кругленькой как тароид это 1953 год и далее до начала 2000-х годов и естественно уже в конце 20 века поскольку форма земли изменилась то и стали ее называть сферической или псевдо сферической потому что псевдо сфер вот приняла такое свое изображение такое воплощение на самом деле очень много подтверждений первичной части когда земля была форме от той самой чаши это и легенда о ковчеге это и различные многочисленные изображения именно этого ковчега это и изменение представление о земле я вам уже говорил что сначала земля была именно вот в этом русском континенте сконцентрирована а потом уже она расходилась в различные территории и вот это расхождение развитие земли она тоже шло по спирали и спираль это было обусловлено тем что изменялась земля нарастая также как раковина у какого-либо моллюска то есть каждый оборот увеличивался в своем радиусе и моллюск сам здоровел увеличивался но и раковины ему требовалось побольше также и на земле население люди другая биота животные растения и так далее все это развивалась и увеличивалась поэтому сама земля для этого проживания она уже тоже нужно было гораздо более массивной великой и иной чем это было при ее начале когда была земля плутоническая это была маленькая чаша с небольшим количеством жителей внутри и эти жители были ну скажем так вот полгода тому назад вышла научная статья в которой этого первого жителя назвали лукой прогенотом его имя лука прогенот лука это люцифер то есть несущий свет а прогенот это тот кто совершил бы то самое генетическое начало после чего сегодняшние все многообразие все 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 многообразие нашей с вами биоты включая нас она уже имеет гены вот от этого луки а сам он что интересно он являлся наполовину живым наполовину неживым это полу живое существо она как раз и было первым существом плутонианскую стадию и эта стадия началась в 1492 году это первое было скажем так вещественное решение нашего мира но по аналогии с цифровым первым программированием а потом все начал развиваться и каждая планета каждая планета она была и остается теперь как образ этого времени было тем самым временем в развитии нашей с вами земли такова моя концепция которую я из книги в книгу повторяю и развиваю и в этой концепции уже в начале двадцатого века произошли наши с вами воплощение в конце девятнадцатого может быть чуть-чуть пораньше но не намного раньше и когда мне задают вопрос но как же наши бабушки наши дедушки но я вам уже много раз отвечал что до до двадцатого века до конца девятнадцатого века вы и сами мне пишите что помните дедушек и бабушек да они действительно рождались в конце девятнадцатого века но чтобы дальше туда заглянуть в принципе это будет почти невозможно хотя отдельные люди материальные уже появлялись почему потому что программисты нашего мира нашего с вами мира еще тогда не запрограммировали те материально вещественные организмы которыми мы с вами являемся у меня был давно уже правда это было лет десять тому назад знакомый богатый человек который очень хотел найти себе ясновидящего который смог бы его связать с его предками хотя бы на 9 10 и более колен туда в глубину и когда он нашел наконец такого ясновидящего то его опыт оказался неудачным почему-то ясновидящий видел вот эти все семь восемь девять колен до проблем никаких не было все они были видны ему он мог и поговорить и как-то просмотреть это полностью но как только доходили до середины девятнадцатого века то все вот эти колена обрывались обрывались и больше ничего видно не было то есть такое было ощущение как он нам не рассказывал этот богатый человек что дальше просто не было жизни никакой вы знаете я когда десять лет тому назад это впервые услышал для меня это было чудно ну как же ведь мы с вами изучаем историю в истории много рассказывается много описывается вот этого всего ну и вдруг вот как бы жизни далее середины девятнадцатого века туда глубже вроде как не было вы знаете когда я писал книгу сварох и сваружье внуки вот это древнейшие истории руси для меня было первым что удивительно это то что когда начинается вся эта книга а я в ней дал родословную русских богов и русских народов русских народов примерно 100 в ней упомянуто и я вам скажу что в девятнадцатом веке и в начале двадцатого века русским народом являлся не один а множество и сегодня например вот кто является русским по происхождению народом я могу немножко перечислить для вас это например вот из чужих кроме русских непосредственно это например поляки это киевляне это чехи хорваты есенцы то есть немцы ну и там еще какие-то вятичи кривичи вот эти самые это все вот эти были русские народы это не племена были не племена как нам историки из пятой колонны все время нагнетают это были не племена это были родственные народы которые произошли от своих первых предков которые были братьями дядьками сестрами и тому подобное так вот во всей этой родословной начиная от первого бога рода и заканчивая сегодняшним временем всего набирается всего девять колен всего больше не набирается меньше набирается да в некоторых случаях есть поменьше потому что некоторые народы меньшую древность имеют некоторые русские народы но самая глубокая древность для всех народов это вот тот самый род который и был на девять колен в глубину и это я Я стал понимать только вот сегодня, когда я уже туда углубился, в эту историю. А историки нам говорили о том, что существуют какие-то исторические более древние народы. Почему? Да потому что история сама, как метод исследования прошлого, она появилась только недавно, в конце XIX века. И туда, в прошлое, историки заглядывают не только обратным отсчетом, но и по фальшивым русским летописям, которые были изготовлены... Раньше я смеялся на Одесском рынке, но сейчас уже есть уточнение, что это был Киевский рынок. Вот оттуда и пришли эти фальсификации. Когда? В 1841 году. Тот самый Карамзин известен чем? Когда он писал историю государства российского, он известен тем, что он много летописей открыл и нашел, 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 открыл и ввел в обращение сам. Откуда он их взял? Кто ему поставлял эти книжечки с рисуночками? Это неизвестно. Но это был XIX век, когда он и мухлевал свою эту историю. Официальная же история говорит, что русское государство пошло с Рюрика. А Рюрик – это и был тот самый неглубокий предок, у которого были, конечно же, свои предки божественные, но даже Рюрик доходит всего лишь на тысячу лет в глубину. Это уже по этим самым летописям. Если же без летописей, то бог-род появился на нашей территории. Бог, конечно, это в кавычках, а скорее это просто род, это укоренение, корень нашего рода с вами на Земле. Это нулевой год, который сегодняшний календарь называют 1492 годом. Вот как происходила эта глубина. И до конца XIX века наша Земля с вами жила по полярной системе координат. Нужно это всегда помнить всем исследователям, потому что я к этому шел долго, много, 10 или 15 лет, и сам в этом не разбирался. Только сейчас я все это вычислил. И до конца XIX века использовалась только полярная система координат. Никакой Декартовой не было. Не было ни сетки широт, ни сетки долгод. Не было у Земли двух полюсов, северного и южного. Не было современного экватора. Земля была сделана совершенно по-другому. Она была устроена с точкой центра в Москве, в Москве, и вокруг нее вот так бегал радиус-вектор, показывая на другие направления. Вот как была устроена первоначальная Земля. Началась она, это форма Земли, чашеобразная. У нас здесь в Москве на Боровицком холме, Боровицкий холм, это то же самое, что в Англии, Бора, используется термин, это место сборки первой Земли. Место сборки первой Земли. А собирала эту первую Землю та самая царевна-лебедь, орнитоморфная ипостась Еги, которая оставила после себя дом Алябьева. Там как раз ближе к реке, ниже от Боровицкого холма. А Алябьев – это не какой-то мужик, как нам сегодня преподносит. Алябьев – это есть Альб, помните, Альб – это лебяжие горы, это лебедь, это дом той самой царевны-лебедь. Рядом есть улица Волхонка, Валахия, вы знаете, это страна Велеса, Велес – Волох, Волоколамск – его город, это его улица, и Велес с Егой является мужем и женой, а в сказке о царе Салтане Велес – это царевич Гведон, ну, а царевна-лебедь – та, которая стала его последующей женой. И главное, что из того света, из того мира, из какого-то мира программистов, вот тот самый Велес Гведон приходит первым, первым на нашу Землю. И он приходит как бы на тот свет в мир вещественных людей, в мир мёртвых, которые обладают своим телом, состоящим вот из этого плетёного вещества. Плоть, слово плоть, она как раз обозначает оплетение веществом души. И когда Велес воплощался здесь, то его душа стала оплетена определённой структурой логической, которая стала плотью, мышцами и тому подобной, плотью, которая стала вот такой твёрдой плотью, или, скажем так, прогинаемой, осязаемой плотью, в которой мы сегодня с вами и пребываем. Вот как воплощение шло, и воплощение именно в эту плоть. И слово планета, как место воплощения, это тоже имеющее корень ПЛЭ, плод, название. И даже тот же самый плод, который сбит из нескольких волокон деревьев, это то же самое воплощение. Вот как этот корень работает. Поэтому планета – это место воплощения, воплоти, чтобы плотское тело у человека появилось, и человек стал плотным. Плотным по своей реальности, а не так, как был раньше духовным, как бы эзотерическим. Ну, я условно так говорю. И когда царевна-лебедь из дома Алябьева, из Лебяжьего переулка, который там же сохранился, около этого дома Алябьева, когда она со своим вересом, волохом, с улицы Волхонки, когда они начали делать этот, обживать этот белый остров, то они построили вот этот первый Боровицкий холм. А по главному мифу, царевна-лебедь сбила эту самую творожную массу белую из молочной реки, которая раньше, в прежние годы, была той самой рекой Москва. Так и называлась она, молочная река. И процесс сбивания на Руси всегда назывался словом пахтать. Пахтать. Пахтание – это сбивание молока. Ну и пахтать, пахтать, дом Пашкова построен как раз на том острове, который вспахтала царевна-лебедь. Вот это была первая плутоническая земля, с которой все началось. А дальше, дальше, уже надо делать отдельный фильм, чтобы показывать все эти точки. Следующая точка, вторая, была через небольшую реку Неглинку. Она раньше текла как раз вот там, через Боровицкие ворота. Это на территорию Кремля нынешнего. Это была вторая часть нашего с вами мира. Потом из него туда, на Красную площадь. Потом на Китай-город. Потом уже на Таганку. Таганка. Таган – это тот самый ковчег, это та самая чаша, в которой еще находилась в то время земля. Потом на Павелецкую пава – это лебедь. И вот эти все названные мной места, они продублированы на карте Москвы теми самыми именами персонажей, которые участвовали в творении, в сотворении этого многостадийного мира. И вот так карта наших вот этих воплощений Земли раскручивается до тех пор, пока уже нашу с вами Землю в конце 19 века не перевели на декартовую систему координат и сделали совершенно другое представление о нашей с вами Земле. У нее появился восток, запад, север и юг в нынешнем исполнении, и экватор в нынешнем исполнении. И в 19 веке поплыл впервые Колумб туда, на запад, где умирает, садится в море Солнце, и открыл ту самую Америку. Америка открыта в 19 веке. Это стало возможно только тогда, когда естествоиспытатели поняли, что Земля имеет другую форму. Она уже к тому времени стала, как псевдосфера, распускаться. Она стала плоской, и вот по этой плоской Земле уже поплыл Колумб туда, на запад. Форма Земли полностью изменилась, и взгляд на нее тоже изменился. Вот так развивалась наша Земля с того момента, как она сформировалась в виде чаши, и до того момента, как мы сегодня ее воспринимаем в форме сферы. В этом нет ничего чудесного, скажем так. Почему? Потому что если вы посмотрите на развитие семечки какой-то, ну, обычно вот растительной, то эта семечка всегда развивается так. Я пропускаю стадию растения, но полезная часть – это когда возникает бутончик, вот такой круглый, как бы не очень понятный, потом он начинает раскрываться, и вот тогда формируется та самая псевдосфера. Она сначала начинает так распускаться, распускаться, и потом цветок раскрывается до плоского состояния. А потом он уже туда заворачивается так, что получается уже, ну, например, если брать розу или какие-то другие растения, он уже превращается в состояние сферы, ну, и потом уже отмирает. Наш мир с вами ждет такая же участь, когда мы войдем в Венеру, потом в Меркурий, после этого последняя стадия будет Солнце, мы войдем в Солнце как в Асгард, и уже на следующем шаге игры, той же самой, в которой мы с вами принимаем участие, мы выйдем из пояса Койпера, мы заходим в горячую солнечную корону, выходим из Солнца со стороны ледяной его части, ледяного тыла. Абсолютно система работает как холодильник. Если мы повернем его, то мы с вами найдем радиатор, который выбрасывает тепло, а там, внутри, в холодильнике, там хранятся все вещественные продукты, и там формируется холод. Вот в таком холодильнике, условно, и сформирована наша Солнечная система, а Солнце – это выход уже радиатора и тепла, ну, как бы, скажем так, полезный, неполезный, или то, что осталось от нашего умирающего мира после того, как он перейдет в стадию аннигиляции. Аннигиляция – это Солнце, рождение пар и вещества – это поиск опера, и между ними сформирована вся наша с вами игра, которая длится примерно 666 лет, может быть больше, может быть меньше. Число я назвал просто так, оно вот всплыло для меня сейчас, ну, так скажем, эвристически. Вот такая концепция, подумайте над ней, пишите в комментариях свои мысли.